Синдром Плюшкина – это нарушение поведения, связанное с собиранием большого количества ненужных вещей. На улице Радио Заводской, дом 11, дробь 27, дошло до того, что местный домовой мусор из своей переполненной квартиры вывалил прямо в тамбур. От пола до потолка. Соседи ужаснулись. Смотрите, там же валяются шкурки от яблок, слива валяется или косточки от чего-то. Вчера эта коробка вообще упала. Полная антисанитария. Пакеты все вообще, я не знаю, откуда эти приносятся. Вы посмотрите на пол. Здесь всегда был чистый пол. Мы все мыли, все убирали. Здесь же невозможно вообще пройти. Вы понюхайте, как от него пахнет. И он спит около родительской квартиры. Ему спать негде. У него вход в квартиру заложен. Он спит на коврике рядом с квартирой родителей. Ситуация усугубляется с каждым днем. От мусора развелась мошкара и тараканы. Родственница жильцов, которые каждый день отодвигают мусор от своей квартиры, рассказала, как она приходит к родным. У нас дети. У меня дети все лето здесь были. И вот они заходят, и я боюсь, что проходя, они... Ну, ладно, там они пнут эту какую-то бутылку, но это сыпется на них. Это страшно. Я с коляской уже вот в последний месяц проехать здесь не могла. Да вот на меня вчера упала. Вы что на вас не упала вчера? Вы что говорите-то? Вы свободно прошли туда-сюда. Да. Юра, я вчера утром специально приезжала к родителям, привозила им продукты. Ты что, издеваешься? Вот, 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 вот. Вот это вот вы сами делаете. Ты что, не видел, что ли? Это вчера на меня упала. Ты посмотри, что валяется. Это вчера же на меня упала. Ты опять туда все убрал, Юра. А вот и сам кладовщик. Как он пояснил, здесь у него очень важные вещи. Что это вообще? Что это за вещи? Что вы здесь храните? Старые вещи. Зачем они вам? Ну, как понять, зачем старые вещи? Отнесите в гараж, куда-нибудь еще. Почему они здесь хранятся? Я ищу гараж. В общественном пространстве. Я ищу гараж. Соседи говорят, что гараж он ищет с мая. Сам виновник происшествия, говорит на камеру, не изъявлял желания. Снимайте. Ты можешь не снимать. Дальше больше. В процессе съемок репортажа он внезапно перешел в атаку. Хватит меня снимать. Местный Плюшкин буквально набросился на нашу съемочную группу и родственниц соседки. Ваша покорная слуга откровенно получила по лицу. Хулиган скрылся в тамбуре, откуда мы его не выпускали до приезда полиции. Оказывается, такое агрессивное поведение бывает у мужчины довольно часто. Но вы поймите, родители здесь живут, родители старенькие. Он вот так вот агрессивно себя поведет, он к ним в квартиру ворвется, нам дальше-то что делать, мы быстро не приедем. Наряд милиции как бы только вызывать, и то, если они успеют его вызвать. Вы видели, насколько он агрессивен и насколько просто реально становится страшно, когда он так себя ведет. Это взрослый, сильный мужчина. И когда он здесь, она ему всегда говорит, Юра, пожалуйста, будь добр, убери все. То есть она пытается с ним не ссориться. Сам же виновник происшествия отказался говорить, где он проживает, и почему вход в его квартиру полностью завален мусором. У родственников пострадавшей есть свои мысли по этому поводу. Неоднократно видели, что он находится вот в этом оставшемся проеме. То есть он там либо прислонится, стоит. Мне кажется, что он здесь и остается. У него нет возможности пройти в свою квартиру, потому что она завалена уже этим хламом. И видели, что он на этом коврике у коврика там остается. Вообще это удивительно, потому что все-таки дверь открываем, порой мы с ним встречаемся глазами. Это не самое приятное в этой ситуации. И он гладко выбрит. То есть это какой-то диссонанс. В результате на этого, извините, Рязанского-Плюшкина нами написано заявление о побоях. Быть может, несколько обращений в полицию наконец дадут мирным гражданам право на жизнь. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».